Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Копить кофе Большинство блюясеров Красный Головые Клинкома Он атаковать Полицейской roommate Никогда не покидает тюрьмы Ай, блин Результат 26 Правильно 14 Неправильно 6 Самая длинная Полосат 8 Молодец Но вылеченный рекорд Вот ваша награда Нихера себе Хотя не так уж много. Ну, блин, походу, если бы я очень фастом отвечал... Эллинс в этой... Прохвост. Джапен. Буфрей. Джонас. Квенкус. Благерус. Мидрас. Джепперед. Куку. Ну, блин, я тоже в какие-то моменты не знал, что отвечать. Поэтому... Ну, типа, окей, мы поучаствовали, мы теперь поняли, как это вообще. Поэтому теперь мы отправляемся пить кофе. Потому что там было сказано, что я люблю пить кофе. Поэтому мне интересно, когда мы пойдем пить кофе. Погнали пить кофе. Я хочу попить кофе. Ладно, я тогда пока что остановлю, и будем ждать, пока мы приедем за кофе. Я не знаю, как мне попасть на эту сраную дополнительную остановку. На одной из дополнительных станций. Чудесный кофе-дрозд. Кроме этого, блин, ну это понятное дело. Хорошо. Поэтому давайте. Сейчас мы должны остановиться на кофе. Все, да. Все, 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 все. Чудесный кофе-дрозд. Давай мне... Мне некогда. Надо успеть. Уйди в строку. Я еще не успею вылезти. Погнали за кофе. Здравствуйте. Могу вам помочь? Купить, продать, купить. Взгляните на мои товары. Во! А, я там перегреваюсь, оказывается. Окей. Сейчас мы его потушим. Вот и все. Ух ты. Было страшно. Хочешь, верили нет, но это было даже... Не первый раз. По какой-то причине все больше и больше еды оживает. Особенно если она уже приготовлена. Интересно, что бы это все значило. В любом случае, спасибо за спасение. Иногда в уму требуется несколько дней, чтобы восстановить силы. Здесь есть плобучина, он не в этом доме. Мне интересно за карту выйти туда. Ну, это типа мы просто босса, да, одолели? Ну, окей. Это что-то вода, это единичная вещь. Ну, и все получается. Сейчас как раз про это кофе прочтем. Так. Блобучина. Лучше всего утром. Осторожно. Он все еще горячий. Ну, блин, босс на самом деле был легкий. Пока что из самых сложных боссов. Кто-то был... Кто-то, что я знаю. Рыба легкая. Этот вообще быстро отлетел. А, ну, хотя этот... Мороженое. Довольно такое было. Из врагов. Я не знаю, куда мне это девать. Мне нужно что-то понаходить. Остальные будут... Карты. Надписи. Так, мы уже приехали или что? Да, мы приехали в город. Я вернулся из отпуска. Хорошего дня. Я вернулся из отпуска. Хорошего дня. Пустите меня. Я турист. Наслаждайтесь своим прибытием. Я переезжаю в город Поппо. Хорошо, двигайтесь вперед. Я турист. Я переезжаю. Я вернулся из отпуска. Я здесь по бизнесу. Хорошо. Наслаждайтесь своим прибытием здесь. Следующий, пожалуйста. А мне интересно, а если он, допустим, там еще был? Ладно, давайте. Приветствую. Как... Как я могу вам помочь? Давай купить. Что тебе можно купить? А смысл у меня от этого чипа, если он у меня всегда есть с собой? Плюс я могу его неодноразово использовать, как было сказано. Бух-бух-бух, станция. Город Поппо. Добро пожаловать в город Поппо. Я думаю, что это наш новый дом, да? Я смогу с легкостью привыкнуть к этому дому. Затушим и днем мы, наверное, отлично вспомним. Я уверен, что да. Мы еще посмотрим. Для этого нечего места. Не нужно спешить. Мы все успеем. О, кстати, и что это за паразиты? Паразиты. Я не помню, чтобы они были здесь. Интересно, что случилось? Подожди, ты бывал здесь ранее? Что, я? Да, прохвост, у меня была жизнь, понимаешь. Очевидно, она не такая интересная, как твоя. Там, в телеке. Я имею в виду, что я виделся с тех пор, как мы познакомились. Это было удивительно. Все в порядке. Давай привыкай к новому образу жизни в городе Поппо. Какие-то мусорные эти. Так, я еще могу по крышам, да, пойти? Старый город. Привет. Вам нужно кофе с шляпой? Да. Хорошо, наслаждайтесь. О, медленно восстанавливает хп. Прикольно. Что новенькое? Парадой и стомофелы. Смак. Штука стомофела. Хочу стомофела. Привет, вы хотели бы купить стомофела? И только за 17 смуртов. Да. Кто-нибудь, вы сделали неправильный вопрос? Вопрос, что из сломофела? Смакофела специфический вкус, который всегда будет напоминать вам о славном городе Поппо. Уроженный магазин, бойцы. Так, сколько у меня вообще денег, подождите. Кредит. Так, кино. Ну. Найс. Ну, типа, а смысл мне активировать здесь, если оно всё равно, типа, мне ничего не даёт? А, тут есть щелек. О, на самом деле я сделал это диафильм. Давайте посмотрим о чём он. Привет, и добро пожаловать в город Поппо. Я Александр, и я здесь, чтобы помочь представителям вам великолепный город новым посетителям. В этом момент вы всё ещё можете быть в восторге от чудес этого подземного города. Почему здесь нет... Нет, но почему так много вулумов? И что они все делают? А что такое кредит, о котором вы говорите? Поэтому я здесь, чтобы ответить на все эти вопросы для вас. Во-первых, да, здесь нет солнечного света, и из-за этого должно быть очень, но темно. Тем не менее, город до краёв наполнён искусственным освещением. Каждую пару часов освещается отпусклый холодный режим. Холодный режим также экономит электроэнергию, поскольку многие Поппо берегут перерывы в это время. Нам не нужно её сколько производить. Город Поппо чрезвычайно популярный. Вы найдёте сотню вулумов здесь. Где же они? В доме вулумов. Не смешите меня. Каждый вулум знает единственное место, которое является городом Поппо. Если вам интересно, то нет, вы не найдёте здесь... Блюстеров или спрингхекеров. Спрингхекеры, как правило, избегают пещеры и подземелья пространства. А блюстеры... Кто-нибудь видел в последнее время блюстеров? Где они? В любом случае, так как мы вскоре всего... Всего в бум... Вы здесь почувствуете себя как дома. Далее кредит. В городе Поппо мы работаем над достижением большей цели. Светлое будущее для нашего великого города. Таким образом, вместо того, чтобы получить деньги в смутрах, мы получаем кредиты. Но любая задача, которая будет выполнена, заработает кредит для города. После того, как город достигнет определенное количество кредитов, город будет расширяться. Это может быть дом, магазин или дальше целый новый район. Некоторые задачи являются более ценными, чем другие, так что не тратьте своё время на рыбалку. Наконец, давайте поговорим про сам город. Есть два удивительных места для посещения. Старый город и центр. Эти две области связаны между собой огромным мостом. Переходы через этот мост могут занять длительное время, поэтому рекомендуется использовать трамвай. Центр разделён верхней и нижней зоной. Нижняя зона называется подземельем, а мы советуем туристам избегать её. Если вам попасть сейчас не события в старом городе, обязательно попробуйте вкуснейший смокофелл. Здесь и сейчас. Наслаждайтесь вашим пребыванием в городе Поппо. Хм, я не понимаю ничего этого. Я думаю, это не имеет значения. Возьми это в мою друг. Здравствуй, я Александр. Аликс... Это почему я его Александр назвал? Аликси... Денкер. Я только размышляю, хотя подождите, это не так. Вы знаете, я думаю о многом, но не ожидайте, что я знаю всё. И так как я могу вам помочь... Вы знаете, все знающего. Мы бывший босс? Да, эм... Ладно, он... В основном я сюда, понимаете? Вы считаете, что мне нужно побольше проводить... Поведать мир, и что город Поппо может пригодиться моим помощи. Мне нравится это место. Я даже сейчас, что меня отправили сюда. Чем я могу помочь вам... Ваш проектор? О чём вы говорите? Эта штука показывает диафильмы. О, верно. Да, у меня есть один. Что из-за этого? Вум иногда стоит меня показать им диафильмы, но у меня их просто нет. У меня есть. В самом деле, ну... Что же, вы ждёте, давайте посмотрим. Мне было интересно, что случилось со всеми паразитами. Насколько я знаю, им назвали паразитами, и они выглядят, как они странно. Я слышал, что некоторые из них умеют плавать, и это меня пугает. И я уверен, что они здесь по причине, о которой вы знаете. Я не в курсе. Что-нибудь ещё? Так я же сказал, что я не в курсе. Дефильм об Аквахэнке. Я там хорошо провёл время. Всё началось неделю назад, и я был так взволнован. Торжественное открытие моего аквариума Аквахэнк. Мне потребовали месяц, чтобы получить разрешение на его строительство, но мне всё-таки удалось убедить мэрию, что это ценно-дополнение к центру. У меня есть все необходимые документы, и всё такое. Впервые вумы смогли спокойно смотреть на то, что находилось под водой. Большую вумов боятся погружения в воду, поэтому они никогда не видели подводного мира. Но это так круто. Всё шевелится даже волнистее, чем на поверхности. Но потом случилось что-то ужасное. Этот вум из фабрики построил новую трубу, которая закончивает прямо перед моим аквариумом. Мерзкая слизь того, что они там производят, вытекла из трубы и закрыла моё окно. И ничего нельзя было увидеть. Попа расстроились и перестали проходить. Они думали, что Аквахэнк... Аквахэнк... Это была шутка. Ничего себе, я и не знал об этом всему. Эй, причём бы вам не посетить Аквахэнка и не передать ему с Мурта. Кто знает, может это поможет. Или сохраните в себе. В любом случае, вот с Мурта. А ну-ка, может это он как раз дневник сможет прочесть. Круто, это чей-то дневник. Дайте прочитаем его. Дневник Арла, страница 119. А, то есть он, видите, такой, который лучше прочтёт. Есть кое-что, что меня раздражает какое-то время. Здесь есть вум, который просто сидит весь день и есть мороженое. Я знаю, что многие вумы забывают внести свой вклад в здоровое окружение среды, но меня это действительно раздражает. Я имею в виду, разве это вум не хочет чем-нибудь заняться? Может быть, погулять на улице? Эх, я больше не могу. Я работаю каждый день, просто чтобы позволять вумам жить так беззаботно. Дневник Арла, страница 228. Вот-вот, из меня хватит. Если это случилось ещё раз, я клянусь, что я пну этого вума. Сегодня по всему коридору было морожено. Мне понадобилось несколько часов, чтобы за ним всё это убрать. Я ненавижу уборку, и потому что я должен есть эту грязь, которую создают другие, поскольку мы не знаем, куда выкидывать мусор. Этот бардак на вкус совсем нехорош. Один из ковриков был полностью покрыт мороженым. У меня не было выбора, кроме как съесть всё это. А потом весь день болел. Но хорошо, хоть я работаю и обедаю в одно и то же время. Дневник Арла, страница 283. Другой дневник, это случилось сегодня, и я полностью потерял самообладание. Этот вум, о котором я подписал, тот, который сморожен, всё повторилось вновь. Как я писал ранее, система транспортных труб не срабатывала в течение последних нескольких дней. Конечно, мороженое для вума я ощутил, как обычный заказ. Как вы можете догадаться, через час коридор был полностью покрыт пятнами мороженого. Я же говорил об этом ранее. Если это произойдёт снова, я выкину этого вума. И я это сделал. И я сделал это. Мне было немножко жалко его, потому что я сказал ему, что это навсегда. Но на самом деле, я думаю, что это к лучшему. Этот вум должен испытать себя в реальном мире, прежде чем снова сойти в дом вумов. Ох, это было мило. Похоже, этот парень пытается следить за мороженым вумом. Надеюсь, в будущем они уживутся. Хорошо, что это вум Карла следит за мороженым вумом. Не так ли? А оказывается, он следит за моим мороженым. Карлом. Круто, это читание мне. Давай-ка прощаем его. Мне Карла, страница 227. Принял ещё одну ванну на втором этаже. Я очень надеюсь, что никто не видел меня. Я имею в виду, я знаю, что я должен быть работать, но иногда я просто хочу взять небольшой перерыв. Вы знаете, купание это одна из немногих вещей, которые действительно делают меня счастливым. Эх, теперь я снова захотел. Дневник Карла, страница 228. Сегодня я отправляюсь в другую ванну. Я действительно не могу стоять. На этот раз я был в комнате в компании довольно большого парня. Он не переставал говорить о том, насколько хорошая ванна, и как бы он хотел остаться в ней навсегда. Что за чушь? Есть работа. Хотя, надо признать, это было бы неплохо. Дневник Карла, страница 236. Сегодня я чувствовал себя немного напряжённым, поэтому пошёл в ванну на втором этаже. И угадайте, что? Тот вум, который я упоминал раньше, был ещё там. Это ведь не очень нормально, верно? Я проверил руководство, но похоже, это не против правил. Так что я подумал, что у нас появился постоянный банщик в доме вумов. Как бы там ни было, вана всё ещё была принятой. Этот парень отлично понимает, что вода имеет особое качество, о котором вы знаете. Мне бы весело считать это. Это как-то по 8 даёт, но как-то маловато. Дневник? Круто, давай почитаем. Дневник Карла, страница 510. Снова с крыши поступили жалобы об отсутствии посетителей. Кажется, на пятом этаже много пыли. У меня действительно нет времени, чтобы понять, что это там происходит. Я очень заняп, понимаете? Поскольку все уборщики ушли, чтобы обслуживать поезд. Я должен сам всё очищать. Ну и честно говоря, не похоже на то, что я хотел иметь красивый и чистый пятый этаж. Там ведь больше никто не живёт. Я действительно помню время, когда пыли не было проблемой в доме Вумов. Хотя, интересно, как всё это запустилось? Надеюсь, Брам не имеет к этому никакого отношения. Я действительно не доверяю этому парню. Дневник Карла, страница 519. Вилли начал жаловаться на то, что не смог добраться до крыши. Я понимаю, что он должен поддерживать Карельон, но это не значит, что он на самом деле там что-то делает. Всё, чём он действительно думает, как и всё остальное, здесь это тупая викторина и насколько велик город Пупо. И ради чего я, конечно, не собираюсь убивать этот этаж. Дневник Карла, страница 532. Ещё одна жалоба была подана на пыльный пятый этаж. По-видимому, Броналд пропал без завести, и его в последний раз видели там. Броналд всегда попадается в беду, надеюсь, он в порядке. Но я всё равно не собираюсь чистить это место. Ему придётся самому исправляться со своими проблемами. Вы знаете, я не понимаю эту мотивацию, уборка не может нравиться. Мне всегда нравилось узнавать о других вумах. Мало дают по 8. Так, у нас есть проход наверх, проход вниз. Инфа. Здравствуйте, как я могу вам помочь? Купить билет на трамвае, туристическая информация. А что вы хотели узнать? Где я? Мне нужно идти. Вы в городе Попом. Подземный город, связанный с миром наверху через поезд. Прямо сейчас вы находитесь в старом городе, в старой части города. Если вы перейдёте через мост справа, вы войдёте в центр. Я бы посоветовал взять трамвай для этого. Старый город, мост, трамвай, центр. Старый город. Старый город довольно старый. Как и видно из названия, большинство вумов, он не очень в России. В основном его населяют пенсионеры. Вы можете попробовать вкуснейший смокофет. Вот и всё, что я думаю. Что старые парень из-за имени... Алисы Денкер. Даже здесь вы можете посмотреть диафильмы в его доме. Там также есть скрытый магазин, где вы можете купить жвач-ганы и модификацию для него. Но вы этого не слышали от меня. Я рекомендую спрочу посетить центр. Вам здесь не нравится? Я знаю, но я просто предпочитаю центр. Мне нравится его атмосфера. Моя работа заключается в том, чтобы быть здесь и представлять туристу информацию. Что ещё вы хотели бы узнать? Трамвай. Трамвай. Трамвай похож на поезд, который привезёл вас сюда. Только он едет горизонтально. Странно, не так ли? Я понятия не имею, как им удалось это сделать. Ага. Что-нибудь ещё? Старый город, где я? Старый город. Мост трамвай. Центр. Пересеки демонстрации, вы зайдёте в центр. Это яркое место со множеством вещей. Круто. Можете ли вы рассказать мне побольше? Ах, эм... Он довольно большой, действительно, многое предстоит рассказать. Я рекомендую просто пойти туда и посмотреть самим. Разве вы не должны давать мне информацию? Я хотел бы узнать кое-что ещё. Я знаю, но слишком частые разговоры о центре заставляют меня хотеть снова пойти туда. Я уверен, что вы скоро сможете посетить его. Вы не очень хорошо исправляетесь со своей работой. Я хочу узнать кое-что ещё. Вот, зараза. Он только что у меня разговор испортил. Мне нужен дом. В старом городе... Централ 2, вулны. Что-нибудь ещё... Нихера не понял, но мне кажется, что сломалось. Паразиты. Иногда могут встречаться паразиты и паразиты, но... Но что вы ожидали? В конце концов, это большой город. Ну, кого здесь нет, время не беспокоиться об этом. Я хотел бы узнать кое-что. Так, ладно, мне нужно идти. А, ладно, давайте, стой. Сколько билет стоит? Билет на трамвай стоит 3 сморта. После покупки вы можете пользоваться им безлимитно. Хорошо. Хорошо. Ну, слушайте, то, что у нас их много, это нормально. Так, погнали сразу тогда. В этот сходим. В оружейку. Так, кофе, 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 кофе. Билет. Так, часы. Шляпка. О, клиент. Что вы продаете? Пока. Что вы продаете? Меня зовут Бетти. Я эксперт по жевательному оружию. Если вы хотите обновить свой жевач-ган, то я ваш... Лучший выбор. Понятно. Ха-ха. М-да. Попадите в точку. Так, я умею делать всевозможные вещи. Например, модифицирование жевачного заряда, если даже случилось там пистолет. Что скажете? Хотите поторговать со мной? Это же... Давайте торговаться. Круто. Но прежде... Так. Но прежде, прежде чем мы будем торговать, вы должны подписать контракт. Чтобы подписать контракт, пожалуйста, внимательно прочтите его, а затем уничтожьте его, когда стоит рядом со мной. Конечно. Чего у нас стал контракт? Ах, это для безопасности. И для вашей осведомительности. Полагаю, что я это смогу пойти в полицию, попу, если вы нарушите правила. Но все же, следовательный контракт действительно является признакомым довериям. Хорошо, покажите. Хорошо, вот контракт. Клининское соглашение. Оруженные магазины Бетти не несет ответственность за поломки изделий, неожидательное повреждение других вутов или непросто. Вы не несете полную ответственность за любой ущерб, что вы делаете для себя и остального мира. Бетти не принимает участие в дисканексе акции, организовывать центральным магазином города Попо. Вы не понимаете свои бизнесы с Бетти Полиции Попо. Поэтому туда запись вы подтверждаете, принять. Отлично, теперь вы можете заняться бизнесом. Жвачный заряд, модификация. Жвачный заряд, FTA, модификация, ага, на большой взрывной жвачке. Большие взрывные жвачные шары. Короче, этот сбрасывают к нормальным, да? Жвачный заряд, модификация, ага, на ускорение с технологической скорострел, короче. Жвачный заряд, сколько хера он стоит. Гранд-эмет создает масштабный взрыв. Умеет случайный цвет радуги, понадобится профессиональная помощь, чтобы модифицировать. Так, выглядит как радужный узор, понадобится профессиональная помощь, чтобы модифицировать. Жвачный заряд, ночные жвачки, для, 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 для. Ну, блин, я бы этот купил. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что у нас еще такого есть? 8 смутов, 185. Гранд-эмет не покупается. 9 смутов, 185. Ну, Фельд знает. Ну, давайте шляпу дадим. Продадим. Хотя, я могу вот это продать. Они мне нафиг не сдались. Так, теперь давайте покупаем и заканчиваем серию. Привет. О, мой. Двигатель, желательно оружие. Легко. Вы просто бросайте жвачган и жвачный модификатор в меню жевательной машины. Так, что вы можете купить у меня некоторые вещи для этого. Или вопрос с обычным пушком прокачать. Ну, фиг знает. Ну, давайте... В последний раз. Ну, фиг знает. Там, фиг знает. Ну, фиг знает. Фиг знает. Есть. это сейчас у меня самое сильное оружие это типа чисто перезарядка значит с ведерком добегать купить а заводские настройки мне кажется если бы взял то и там было бы просто херня до я не знаю что это на просто ой можно вернуть давай а очень боли чем я бы такой чтобы урон увеличить как я понимаю я уроне скоро увеличу маленько давайте я думаю тогда на этом закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока